Оплата жилищно-коммунальных услуг – значительная и стабильная статья расходов жителей республики. Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию и возможные трудности с выплатой зарплат, пенсии и пособий, в правительстве решили пересмотреть тарифную политику. Сегодня рассматривается возможность снижения тарифов на коммунальные услуги. Возможность либо предоставления рассрочки на 2-3 месяца. Если ситуация улучшится, то мы вернемся к тем тарифам, которые сейчас применяются. Если ситуация не будет изменяться, то мы будем рассматривать через периодичность определенно дальнейшее проведение тарифной политики. По предварительным данным, коммунальные услуги могут подешеветь на 10-20%. Сейчас специалисты подсчитывают, насколько можно снизить тарифы, чтобы это не сказалось отрицательно на качестве оказания услуг. Это у нас, соответственно, газ природный, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. То есть мы сейчас рассматриваем возможности оптимизации тех расходов, которые были заложены в тарифе, которые они получили. Ищем возможности, где мы можем ужаться еще, для того, чтобы снизить тарифы для нашего населения, то есть на какой-то определенный период. Изменения коснутся и жилищных услуг. Напомним, с нового года было запланировано их постепенное повышение. Оно должно было пройти в три этапа – в январе, мае и сентябре. С 1 января жилищные услуги подорожали в среднем на 35%. Основные статьи, по которым произошло повышение тарифа, это непосредственно капитальный ремонт зданий и сооружений. Это две статьи, которые у нас появились дополнительно. Это капитальный ремонт инженерных коммуникаций, сетей холодного водоснабжения, 6 копеек с квадратного метра, сетей горячего водоснабжения и отопления. Это 7 копеек с квадратного метра. И, естественно, у нас вырос тариф по такой услуге, как уборка придомовой территории. Учитывая ту ситуацию, которая сегодня сложилась у нас в республике, вот мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы данную тарифную политику непосредственно заморозить на первом этапе. Кроме того, в госслужбе энергетики и ЖКХ рассматривают возможность предоставления жителям многоэтажных домов право самостоятельно убирать в подъездах. Соответственно, стоимость этих работ будет исключена из тарифа на уборку придомовой территории. Рассматривается вариант какой? Вот у нас есть, допустим, 100-квартирный пятиэтажный дом. Более 50% на общем собрании, если будет принято решение, что да, мы берем эту услугу на себя и мы ее будем выполнять, пожалуйста, в установленном порядке заявление в управляющую компанию с подписью «более 50%» это заявление управляющая компания принимает и на основании этого заявления управляющая компания снимает с начисления данный дом. В Комитете цен подчеркивают, антикризисные тарифы на услуги ЖКХ будут действовать до стабилизации социально-экономической ситуации в республике. Андрей Малеван и Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал.